Добрый день, дорогие друзья, наши подписчики и просто любители просмотров недвижимости во Флориде. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде, и сегодня мы в гостях у моего надежного партнера в районе Бока-Ратон, у побережья Атлантики. Побережье ты охватываешь в своей работе, в принципе, все побережье, но... Да, Южная Флориды. Южная Флорида, да, мы сегодня находимся в Южной Флориде, и почему мы в гостях у Юли? Юля закрыла нашего подписчика из Калифорнии. Ребята купили дом, обратились ко мне. Мы с Юлией оговорили, что она сможет помочь именно на этой местности. Юля проделала отличную работу, она очень хороший профессионал, отлично знает эту эрию всю. И после просмотров 20-25 домов, да, примерно, вы нашли то, что семье очень понравилось, и закрыли сделку. Ну, поздравляю вас, и ребят тоже поздравляю. Спасибо, что вы обратились, доверились, и поздравляю вас с приобретением этого невероятно красивого дома, который мы скоро посмотрим. А пока что я скажу, что у нас сегодня ветрено, с Атлантики дует ветер, очень жарко, сегодня около 30 градусов. Да. Вот, но сильный ветер, что, в принципе, даже хорошо, очень приятно. Очень приятно, но не для видео, не для видео, не для наших волос, но окей. Юля, расскажи, пожалуйста, по дому, где находится, где вот мы сейчас именно находимся. Мы находимся сейчас в городе Дел Рей Бич, называется. Помню, в первых разговоре с семьей они не хотели быть прямо на воде, прямо возле пляжа. Они хотели быть подальше, но достаточно близко, чтобы можно было посещать. Совершенно верно, потому что мы очень близко к пляжу, то есть вы можете в любое время, да, там, через 5 минут уже наслаждаться океаном, но в то же время эта местность не находится в зоне эвакуации, когда ураган будет, это не в зоне затопления, то есть нам не нужна flood insurance здесь, и это очень близко к городу, к даунтауну Дел Рей Бич, то есть рядом у нас есть прогулочные улицы с ресторанами, кафешками, магазинами, куда действительно можно даже в пешей доступности. Пешей доступности, мы посмотрели минут 20, мы проедем по этой зоне ресторан Троу, так называется, да, там очень красивый такой даунтаун, мы тоже это посмотрим, можно до него дойти пешком от этого дома. Да, для вот этих покупателей это было важно, что можно гулять, можно куда-то дойти пешком, чтобы это не было, вот, допустим, закрытое только комьюнити, и вы выходите, и все, магазины, ой, нет, магазинов, дороги и плазы, и проезжая часть. То есть здесь это residential area, очень большие деревья, это достаточно старый район, который перестраивается, мы потом посмотрим, да, очень много здесь new construction, идет застройки, то есть старые маленькие дома застройщики сносят и строят большие, красивые. Ну, честно говоря, такое случается во многих районах Флориды. Мы даже живем в таком же районе, когда маленькую лачушку купили, снесли и поставили большой, хороший дом. Расскажи, пожалуйста, быстро по цифрам дома, за сколько купили? Интересная цена. Цена, да, интересно. Это дорогая земля здесь, это дорогая area, соответственно, дом такого размера, new construction, он будет дороже, ну, средний, как бы, статистического дома. Цена продажи была 3 миллиона 300. Этот дом 3 263 square feet под кондиционером, и почти 4 тысячи общая площадь этого дома. Включая гараж. Включая гараж и патио. И участок будет по 10 с половиной тысяч square feet. Square feet. Это где-то около 0,25 акра. Да, четверть акра. Здесь нет HOA. Вот это очень важно. Нет никаких, да, restrictions. То есть это, как бы, просто отдельно стоящий дом в residential area. И дом вы приобрели напрямую у застройщика, который его вот заканчивал уже. Совершенно верно, да. То есть мы купили у застройщика, у самого строителя. Прелесть в том, что он предоставляет гарантии на год, и у нас с ним связь. То есть, как бы, если когда покупатели уже въедут, и там что-то, не дай бог, случится, они обнаружат, что что-то не работает и так далее. То есть он готов все это покрывать и сделать. Ну и плюс, конечно, гарантии на сами equipment. На бытовую технику, да, там где-то около трех лет гарантии, по-моему. Да, на технику обычно 3-5 лет. Ну, как я сказала, то есть если, не дай бог, случится что-то, например, с сантехникой, да, там потечет труба, не дай бог, то он, конечно, это все будет покрывать. Ну, семья пока еще в процессе переезда, поэтому это очень здорово, что застройщик будет готов что-то исправлять. То есть, когда уже они переедут, они уже будут использовать этот дом и уже могут, может что-то вылезти. Это совершенно нормально. Да, да. И мы нашли... В нашем доме тоже что-то вылезало, и застройщик всегда был там. Да, мы нашли несколько, ну, таких каких-то небольших недочетов во время инспекции, он все это исправил к клоузингу. То есть, я сделала после, уже, ну, как бы перед клоузингом снова в Оксферу инспекцию, и я была реально под впечатлением, что он сделал все, что было написано. То есть, я готовилась, что надо будет еще опять тыкать, вот это не доделали, это не доделали. Исправили все. То есть, очень, ну, пока довольны мы, как бы, застройщиками. Ну что, покажи нам, пожалуйста, дом. Мне очень не терпится самой его посмотреть, это должен быть очень вообще шикарный дом. Смотри, какая подъездная зона, здесь еще можно поставить, я не знаю, сколько раз, ну, две машины. Ну, с этой стороны четыре машины, да, можно поставить. Четыре машины легко, да, и шикар гараж, гараж на две машины. Ну, проходите, гости дорогие. Очень нравится тоже фасад, что сделали декоративные балконы, оникс, то есть, обыграли фасад красиво. А может быть, то есть, этот балкон нефункциональный, но... Он нефункциональный. Нет, он функциональный, но я имею в виду, может быть, вы не будете им столько пользоваться, но он придает красоту. Кстати, крыша металлическая здесь, да, это очень долго живущие крыши. Очень долго живущие, да, но плюс для нас важно, чтобы все было противоураганное, то есть, понятно, импакт windows, да, противоураганные окна, гараж, крыши, дом сам, ну, фундамент, да, то есть, это дом, крепость, то есть, во время урагана я... Не улетит. Не то, что он не улетит, то есть, я настоятельно рекомендую им никуда не уезжать, а, наоборот, оставаться в доме, это будет самое безопасное место, я считаю. Надеюсь, ураганы больше не будут до нас заходить. Добро пожаловать. Проходи. В наш прекрасный дом. Сегодня у нас видеооператор Дэвид. Юля с нами не поехала в Южную Флориду. Я сейчас не знаю, почему у него дров и было на улице, но я знаю. Спасибо. Дэвид будет очень стараться, но вы не обессудьте, если что. Обратите внимание, какие красивые, красивые стеклянные, вот, входная вообще вся зона стеклянной двери, да. И это тоже все противоураганное, то есть, и можно для... И на For Privacy есть какой-то фильм, то есть, не видно же было с улицы. Вот я хотела, да, я хотела спросить, если там есть пленка какая-то, через которую не видно внутрь. Изнутри мы видим все, и очень светло, и как бы свежо, да, смотрится. Да, очень свежо, и, соответственно, у вас такой проход на еще огромные двери, которые выходят на улицу. Красивее вид, да. Вид красивый. Посмотрите, какая гостиная здесь. Да, здесь, наверное, самая шикарная в этом доме, это кухня, конечно. Кухня очень большая, потрясающие, ну, дорогие апплайенсы, холодильник, Надя, да, посмотри, какого... Холодильник вообще огромнейший. Размера, размера, покажи. Гигантский этот термодор. Вау. Просто огромный. Вот это морозильная камера. Да, морозильный холодильник, это просто как... Вот мне бы такую, а то у меня уже несколько холодильников в доме, мне все не вмещается. Газовая... Очень большая. Газовая плита. На шесть комфорок, да, плита? На шесть комфорок, плюс, посмотрите, вот это... Отдельная вытяжка. Вытяжка. И вот эта часть, это тоже для стейков, здесь можно жарить гриль, делать мясо. Здорово, да. То есть это... Дальше я хотела обратить внимание, это, ну, достаточно редко бывает, что здесь две посудомойки. Да, точно. То есть, во-первых, это удобно, если большая семья, ну, или гости. А, в принципе, я знаю некоторые люди, как пользуются. У них, допустим, это помылось чисто, да, в ту они грязную посуду. То есть не надо... Это еще не успели разобрать, да, и уже, да. Ну да, особенно, я думаю, такой дом будет привлекать много гостей. Надеюсь, у ребят появится много друзей, которых они будут приглашать. Обычно, когда люди переезжают во Флориду, вдруг сразу объявляется много друзей, родственников. Это точно. Да, две посудомойки. Очень современный вид шкафов. Очень современно. С доводчиками. Что-то там скаталось. Что-то было внутри, да, надо что-то там каталось. Осталось там. Большой остров. Мне нравятся вот именно одиночные раковины. В них можно большую посуду помыть. Да, я тоже больше люблю одиночную, да. Очень красивая кухня, шикарный холодильник. Я еще видела... А что вот это такое? Это тоже как разогрев, да? Я думаю, больше для разогрева, да, тоже какая-то часть. То есть получается там духовка, здесь будет микроволновка. И еще одна духовка. Да, и еще одна духовка. Два духовых шкафа. Все, я как понимаю, умное, потому что тут даже написано на Wi-Fi работает. Можно что-то поставить в духовку. Уехал на работу или куда-то уехал, можно управлять с телефона и поставить на разогрев. Или тут есть... Бывает, забывают выключить духовку. Да, это тоже очень удобно. Тут, наверное, как продолжение кухни, это storage pantry. Получается холодильник для вина. Ну и больше сюда положить хозяйственного, да. То есть, как я называю, это Коскарум. Коскарум. Химия для... Ну и химия, да, какие-то запасы. Здорово, что есть в пейнтри. Да, такой отдельный пейнтри, тут тоже небольшой. Ну... Потому что гараж, да, люди обычно же с гаража домой заходят. Положить сумку, ключи. Вот это удобно. В американских домах часто не хватает. А именно на входе, на входе какой-то поверхности, куда можно... Куда положить просто ключи, ключи, да. Почту можно... Да, да, потому что все же пользуются гаражом в основном в дом заходят. И постирочная. Большая, большое помещение, уже шкафы. Со шкафчиками, раковиной, да, все уже. Все очень качественное. Совсем свежее новое, да? Ну, конечно, все совершенно новое. И здесь проведен газ, но не центральный, а пропейнтанк. Соответственно, плита и сушка. То есть его нужно постоянно загружать, этот тэнк. Да, ну это недостаточно часто, это достаточно редко, в принципе. Ну, зависит, как много вы используете, готовите и сушите. Но, да, то есть это не центральный газ, это пропейнтанк. И если... Да, давайте гараж. Гараж на две машины у нас. Интимная структура, кстати. Похожа на эпоксию. Да, это эпоксии полы. Там кондиционерный юнит. Еще есть даже кладовочка, да? Да, это редко, что она делается. Так. Ну, гараж просторный, то есть даже если ребята потом захотят построить какие-то полки, повесить, я думаю, все равно хватит места и две машины, и какой-то сделать тулбокс. И здесь у нас боковой выход. Боковой выход во двое. Боковой выход на всю технику. То есть здесь с этой стороны огромное, конечно, количество всего. Это генератор, что тоже очень важно для Флориды, когда вырубается электричество. Это то, о чем Дэвид мечтает. Да, это генератор. То есть на случай урагана мы опять будем к ребятам всем приходить жить у них. Потому что у них будет электричество и газ. Электричество и газ. В доме два разных кондиционера, то есть две зоны. Кондиционер для первого этажа и для второго. А что вот это такое? Это для бассейна подогрева? Дальше, да, там для бассейна, фильтры, газ, электрика и памп. А я вот смотрю, вот это вот белое оборудование. Это water heater? Да, это tankless. Tankless, да. То есть он сам нагревает забор в большую канистру. Бойлер. Бойлер, да, это очень классно. Экономит, кстати, очень много на электричестве, потому что вода постоянно не нагревается. Она ими нагреется, когда вы пользуетесь. Мне очень нравится. И пропан, баллон и центральный газ? Нет, центрального газа нет. Центральное электричество. Ага, значит, вот этот tankless water heater только работает. Он, по-моему, тоже... Вот это я не уверена. Если он работает от газа или электричества. Может быть, тоже от газа. Наверное, скорее всего. Кстати, у тебя работает от газа или от электричества, Дэйв? Даже я не знаю. А, у нас... И water heater от газа у нас, да? Там у нас, получается, столовая зона, да? То есть здесь стол обеденный стоит. Да, туда можно поставить, да, обеденный стол. В гостиной у нас проведены спикеры уже на потолке. То есть можно подключать любое миди, сабвуферы и будет... Огромный телевизор, конечно. Да, огромный телевизор. Ну, музыка может играть в доме уже проведена. Во всех комнатах, вот видите, вот эта подсветка идет по периметру потолка. То есть тоже во всех комнатах вот это dimmable. То есть можно создавать разное настроение, сделать чуть темнее, светлее. Сейчас, наверное, днем не будет видно, а ночью будет, я думаю, вот это здорово поменять свет. Дальше, если мы пройдем в эту часть крыла, здесь будет гостевая. То есть гостевая комната совершенно отдельно, со своим санузлом. Можно даже сказать, со своим отдельным выходом, потому что тут есть дверь. То есть, в принципе, если гости приехали, они практически как живут в своей отдельной квартире. За навесочку повезут. Да, можно сюда, можно дверь поставить, если действительно, допустим, приехала мама жить на долгий срок. И она не хочет как бы мешать молодым, то здесь живут... Ну, или друзья приехали надолго. Ванная комната полноценная. Если плавать, и не хотите на втором, можно здесь. Да, это тоже использовать как кабана bathroom, правильно, дверь с бассейна, или зайти в туалет, или там переодеться в этой ванной. Юлия, а мы сказали, сколько... Сказали, по-моему, спальни на ванных комнатах в доме. Давай повторим, четыре спальни, четыре с половиной санузла и еще офис. Ну, как, да, да, как спальня, так как у него нет своего кладет и туалета, он не считается спальней. Вот, то есть это, опять же, гостевая комната, гардеробная, выход на улицу. Тоже подсветка есть. Вот это фен. Здесь есть? Да, здесь нет этой подсветки. Удобно просто могут уходить и не мешать. Да, да, здесь жалюзи, кстати. Да, здесь уже установили такие blackout, то есть, которые полностью закрывают свет. Сейчас, если я смогу включить. Я вам продемонстрирую, но не обещаю. Да, работает. То есть потом хозяева уже выберут, можно, опять же, шторы какие-то повесить, более красивые, декоративные. Но это для того, чтобы вот именно приехать и лечь спать. Сначала белый сделал или вы попросили? Мы попросили, мы попросили, чтобы были какие-то, ну, не какие-то, мы попросили, чтобы были blackout, чтобы был... Это было дополнительное, да? Ну, мы попросили дополнительное, он согласился сделать, как бы. Отлично. Значит, сколько окон имеют такое blackout? Все спальни. То есть поставили спальник, но не в living room, потому что обычно в зале, ну, люди вешают, им не нужен blackout, в зале вешают что-то более декоративное. И у нас на первом этаже остался офис и половинка санузла, мы еще не смотрели. Современная такая минималистическая лестница, мне нравится, без вот перил, знаете. Да, да, да. Она красивая, они так легко смотрятся, эти перила. Очень светлый офис. Ой, какой красивый офис. Просто со всех сторон. То есть я тоже рекомендую наклеить, может быть, пленку, чтобы было и провиси, и не так жарко. То есть такую же, чтобы не видно было с улицы. А на самом деле, вот смотри, я тоже, когда работаю из домашнего офиса, у меня на северную часть выходят, у меня не такие окна, мне темно, у меня глаза болят. Если ты постоянно у компьютера, мне не хватает дневного света. Да, здесь прям вообще. Здесь будет очень потрясающе. Ну и приятно работать, когда дневной свет, когда у тебя красивый вид. Тело как-то мотивирует работать. Здесь у нас кладовочка под лестницей. А вот эти все провода, которые, не знаю, видно или где-то, то есть они для, ну для всех последующих провайдеров, да, то есть там интернет, сабвуферы, камеры, то есть все уже проведено в стенах. То есть не надо никакой... Это как разводка идет, и они просто коробочки. Да, да, то есть каждый придет, например, интернет, он уже возьмет свой провод. То есть все уже проведено внутри стен. Обратите внимание, стены, вот просто, как говорится, яйцо катай, да, все такие гладкие. Гладкие, ровные, да, без... Вот, кстати, на входе, Дэвид, покажи, пожалуйста, красивая акцентная стена. И еще смотрите тоже, как по-умному сделали все розетки на плинтусах, не в стенах. То есть они не портят тоже вот эту, знаешь, где-то посередине стены розетка. Ну и последняя комнатка у нас здесь на первом этаже, это половинка санузла. Мы с Дэвидом поменяемся местами. На посажок комнат. На посажок. На посажок другой из пользы. На посажок будет позже. Ну что ж, пройдем на второй этаж. Хорошо. И сейчас поменялись места. Надя сейчас оператор и Девять с Юлия. Кстати, мы с Юлией познакомились больше двух лет назад. Не знаю, если... Да, мы с Юлией познакомились больше двух лет назад. Мы ей очень доверяем. Спасибо большое, очень приятно, да. У нас своих клиентов, она очень обаятельная. И, конечно, профессионал. То есть, все в одном плане. Спасибо большое. Мы решили, что Дэвид будет на втором, потому что узкие места. И Надя считает себя лучше аппаратом, чем Дэви. Посмотрим. А, я бы не сказала. Они могут голосовать. Да, будете голосовать. Что здесь, Юлия? Все, мы поднялись на второй этаж. Это так называемый лофт или мидиа-рум. То есть, здесь можно построить, опять же, диваны со стенкой телевизоры. Многие люди ставят PlayStation, делают вот такую игровую мидиа-комнату. Да, тоже очень светло. Везде хорошие окна. С большими тоже окнами. Да, красивый вид. И да, это второй офис, это для детей, много всего можно. Да, то есть, это такая флексовая комната. Далее мы, если идем прямо по коридору, это следующая гостевая или детская. Да, и ребенок, наверное, здесь. В каждой комнате есть своя гардеробная и своя ванная комната. Везде встроены шкафчики. Шкафчики – это здорово. Не все, кстати, застройщики. Практически нет, да. То есть, если мы берем у застройщика, который строит всю комьюнити, там, конечно, это ничего нет, никаких шкафчиков. Наш дом тоже не сделано. Ухаженные застройщики не все это делают. Мы сами должны, и это нелегко. Хороший размер там достаточно, да? Да, здесь ванная. И, кстати, здесь заметно, что крыша очень качественная. Да, крыша металлическая. Вот здесь с этой комнаты видно, если твоим подписчикам интересно, как выглядит металлическая крыша вблизи. Но она очень надежная, особенно для этого региона. Ну, когда ветер может быть сильнее, и даже ураган. Да. И волна, как ты сказала, я по-моему, мы еще раз повторяем. Все противоураганные. Ураганные. 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 Да, то есть они обычно тестируют их там на категорию 5 урагана. Для нас, для Южной Флориды это очень важно. Это, ну, большие, как бы, это большой критерий, чтобы дом, не обязательно даже новый, то есть если вообще дом покупается, чтобы были противоураганные окна. Волна, нет такой критерии. Да, для нас это очень важно. И страховка очень сильно меняется. Когда у нас вся защита есть, всех окон, крыши, гараж. То есть когда полный дом противоураганный, очень большую скидку вы получаете на страховку. И, соответственно, наоборот, если хотя бы одно окно или там крыша не противоураганная, ваша страховка поднимается. Да, премиум сразу выше становится. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, но можно отсюда понимать, что это не комьюнити. Разные дома, разные возрасти, можно сказать, да? Да, и вот с этой стороны вот тоже строится большой новый дом. Да, за всем стройкой делать. Ну, это и плюс, и минус, плюс, что H-O-A, наверное, здесь дешевле, чем если огромный. Здесь вообще нет H-O-A. Вот, ну, да. Да, здесь нет H-O-A, но так как я сказала, очень идет активная стройка, цены будут расти, потому что все будет меньше и меньше старых и маленьких домов, а все будет больше вот таких домов. и, соответственно, ну, цены еще пойдут вверх. Да, gentrification называется. Большое слово. В переводе это на гараж и не район. Да. Угу. Так, мы идем далее по коридору. Как раз балкончик. Вот этот балкончик. Да, то есть на него можно выйти, это полноценный балкончик. Я имела в виду, что... Да. Можно здесь загореет, кстати. Ну, может, но так как есть прекрасный бассейн, я это имела в виду, что, наверное, никто сидеть тут особо не будет, но можно. Это будет функционально, но очень приятно им иметь, хотя, знаешь... Да. Да. Если гости курят, они могут здесь на балконе. Да. И на улице, я так поняла, он рядом с мастер-бедром. Да. Можно, в принципе, поставить... Нет, конечно, стуль... Посидеть утром, кофе попить. Да. Да. Бутылочку вина. Да. Вечером, да. Да, вот как раз мы заходим в мастер-бедром. Вот. Секундочку, здесь у нас... Climate Control, конечно, шикарный. Контрол такой. Да, термостат. Тоже умный. Да, очень умный. Это мастер ванная. Не знаю, хочешь туда пойти сразу. Это люкс. Всего люкс, конечно. Крупный тайл, да, размер плитки большой. И глаза эти сделали там свои. И покажи, пожалуйста, что два душа. То есть одновременно принимать душ муж и жена. Вау. Да. Им понравилось, наверное, да? Или удивились. Ну, удивились, конечно, да. И то и другое. В общем, и посидеть можно обоим. И славочка. И третий человек на три, может, ванную. Вот. Так. Две раковины, конечно. Дочное зеркало. Для него. Для неё с make-up table. Ага. Она, конечно, там будет больше мест. Да. Женские. И что, ну, я обычно люблю, чтобы туалет был за дверью. Вот. То есть чтобы не было. Туалет тоже, конечно, умный. Можешь показать, который поёт, танцует, моет тебя, сушит. Да. Да? Японские какие-то, да? Типа. Пульт. Он на пульте. Я не... Да. Он, видишь, на сенсор открылся. Ты подошла. Он меня приветствует. Вау. Угу. Угу. Так что... Нет, только здесь. Поэтому надо ещё, прежде чем использовать, надо с ним подружиться. Это действительно очень популярно в Японии. Так я... Главное, чтобы он ни на кого не обиделся. Ага. И здесь какая-то приходящая зона. Это мастер. Мастер спальня. Очень красиво. Да, они обыграли вот этот потолок красиво. Кстати, мы не сказали, что по всему дому деревянные полы. Да. Натуральное дерево. Да. Натуральное дерево. Светлое. Да. Красиво. Очень светлый. Я бы сказала, такой модный цвет. Сейчас вот именно такая светлая сосна. Да. Какой-то контраст есть. Да. То есть, помните, лет десять назад все строили серые, да? Серые полы делали. Да. Да. Сейчас вот этот самый такой трендовый цвет. Какой-то контраст. Вот я попробую сделать подсветку. Не знаю, будет видно или нет. Видна подсветка, да. Вот я и убавляю немножко. Видна. То есть, вот это ночью можно вот этот диммер. Романтик. Романтик делать, да. Убрать, например, полностью основной свет и только диммер. Очень красивый дом. И смотрите, две гардеробные. Да, две гардеробные для него и для нее. Здесь спикер тоже. Тоже спикер-система. Колонки тоже. Нужно sexy mood music и sexy lighting. Да. В общем, мы сейчас ребят научим. Да. И это, конечно, мужской гардероб. Здесь чуть поменьше. Здесь никакой дискриминации. Ну, здесь чуть побольше, конечно. Да, чуть побольше. Женщина, девушка выбирает побольше. Конечно. Ну, хороший размер. Ну. Очень хорошо. Очень удобно. Здравствуйте. Любопытно. А покупатели больше всего что любили, когда смотрели дом? Улица, бассейн, район или чуть-чуть всего? Ну, все вместе. Так как мы посмотрели очень много домов, то есть они уже понимали, что им нравится, что им не нравится. И качество застройки, качество материалов и кухни. Район им очень понравился. Как я сказала, что близость к океану, близость к даунтауну, что больше жизнь. Мы смотрели, например, дома в комьюнити в закрытых, где… Далеко, в дом 20. Да. То есть там очень классный клабхаус, бассейны, теннисные корты, пиклболс. То есть все, как город в городе, да, все есть. Но от самого города, да, минут 20, от пляжа минут 25. И то есть вот они выбирали. То есть или они хотят жить вот в такой классной комьюнити, где у тебя все есть и ресторан, то есть ты лежишь на бассейне и там заказал себе коктейль. Или ты все-таки живешь ближе к… К народу. К народу, да. Ну, эй, эй, город есть. То есть им понравилось реально два дома. И вот они взвешивали какой из них, как бы и лайфстайл, конечно, тоже важно, да. То есть качество дома одно, но вот именно образ жизни. Есть люди, которые категорично не хотят жить без HOA, да. То есть они хотят, чтобы была охрана. Они хотят, чтобы был джим, да, спортзал, бассейн. Много, которые наоборот, не хотят правила, хотят по-своему. Совершенно верно. Есть многие люди, которые сразу, правда, говорят нам, риэлторам, что «no HOA», потому что у меня есть трак, у меня есть лодка, у меня есть мотоцикл, и я не хочу никаких правил. И тоже предсказать, сколько будет в будущем насчет HOA, если растет цены, и кто будет управлять. Да. Вот. И это, получается, третья комната на втором этаже. Четвертая, исполная вообще. Четвертая, в общем-то. Это почти зеркальный, как второй, но первый на нас. Да, я бы сказала, да. Это тоже. Ребенок здесь, наверное. Мне кажется, чуть-чуть больше здесь территория, чем другой на втором. Я не заметил. Другая была тоже? Нет, по-моему, ленинг лазет в другой не было. Здесь. И хорошо, что они добавили такие, я не знаю… Да, то есть я… Да, с улицы красиво, а здесь небольшую дает тень, что тоже, да, для Флориды как бы мы хотим небольшую тень летом. Кондитернее меньше будет работать. Вот сегодня, в принципе, очень облачно, поэтому не видно, сколько солнце может. А кстати… Потому что окна везде, во всем доме большие. И много окон. Кстати, фронт у нас выходит… куда? Сейчас надо… Где у нас солнце после обеда? Сейчас… Сейчас… Мне надо подумать. Телефон скажет. Мне надо сориентироваться, потому что на эту улицу вот так поворачиваешь, то есть она не прямо к океану. Вот север, вот запад. Солнце садите туда. Да. С запада… То есть с востока, получается, от бассейна на Францию. Да, вот так идет. Здорово. Бассейн, в принципе, солнечный в течение дня. Да. То есть начиная с… Ну и… И соседний тоже, я скажу, дом небольшой, маленький. И поэтому, когда… Это южная сторона тоже всегда будет открыта на бассейне. То есть никто не загораживает, понимаешь, когда солнце будет уже сверху. То есть соседний дом тоже не загораживает. Да. Поэтому бассейн будет всегда, в принципе… На самом деле, некоторые люди, я слышала не раз, говорили, ой, пусть лучше бассейн будет на севере для меня участие, потому что не жертвовать в течение дня. Но ребята у нас знакомые купили дом, они тоже радовались, что в бассейне будет очень жарко, он не нагревается летом. Конечно. Он даже летом… Да, да. Холодый всегда. Нет, бассейн желательно… Ну вот восточную часть… Да, восточную, южную. Наверное, я бы сказала, западная больше, ну как бы тяжелее даже, чем южная, потому что солнце после обеда до ночи стоит, и на пати, вот и когда сидишь, солнце на тебя. Вот. То есть… А для бассейна, да, хочется теплее. Идея, предложение. Мы говорим про бассейна, давайте переверим, вы будете заканчивать возле бассейна. Хорошо. Пока. И… Вот… Это… Как обещали бассейн сейчас, последняя часть. Продолжение дома, огромная терраса под крышей, то есть здесь ставится хороший обеденный стол, и то есть когда не жарко, то есть зимнее время года, это будет прекрасная обеденная зона. зеленая зона. И… зеленая зона. Очень… Бассейн очень современный, умный бассейн тоже обязательно надо рассказать, то есть он управляется тоже через телефон, можно включить подогрев джакузи, подсветку, там еще что-то, фильтрацию, то есть он все полностью работает от программы на телефоне. Тоже если бассейн перенаполнится водой, а во время зеленых дождей это очень возможно, вот здесь отход воды на улицу, да, получается? Угу. 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 забора все вырастется и будет полноценный зеленый забор и покупателям очень понравилось вот это большое дерево она находится хоть и нужен на другой территории но она дает вот этот я тебе скажу по секрету оно понравилось до поры до осенней поры но да но все равно она дает и тень и шарм вот что не лысая да как дерево очень дерево красиво у меня уже 9 в нашем бассейне по обрезал все ветки у соседей но с разрешения конечно но не пугай не пугай ребята я буду отсюда и честно говоря так как я вот сейчас листвы не вижу мне кажется это дерево не сбрасывает много у нас дерево какой-то сбрасывает много листвы здесь тоже да если собаки они могут здесь да для собаки здесь можно поставить мы говорили может быть какой-то вот газе бабе беседку то есть если хочется более такой sitting area побольше сделать здесь опять инфраструктура который мы раньше смотрели на да можно вокруг очень приятно ну надя может быть заканчиваем попрощаемся спасибо что вы приехали спасибо спасибо что вы обратились ко мне я очень благодарна и очень ну не как бы приятно что вы мне доверяется что ваших подписчики обращаются ну к тебе и потом у семьи тоже очень прям очень хорошие отзывы от тебя очень приятно поэтому все очень хорошо складывается я очень рада что у меня такой классный партнер взаимно очень взаимно так что до подписчики звоните надя и если вам нужна помощь южной флориде обращайтесь всегда рады спасибо большое подписывайтесь на наш канал также не забудьте загрузить радио шансон америка о юля поставить ссылочку это отличная тоже наш партнер тоже наш партнер можно сказать да это тоже мой клиент бывший вот мы как-нибудь снимем тоже он приболел андрей сейчас тоже снимем его кондо но все равно это очень хорошее радио она со мной везде и в машине и на пробежке и даже когда я работаю я включаю в колоночку но очень классное радио не забывайте загружать до следующих встреч пока 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 всем привет редкий случай что мы с нами вместе перед камерой я хотел просто делать скажем маленькая реклама мы здесь находимся south florida только что были с партнерами июля и на я хотел чтобы вы объяснили всем как получилось что клиент звонил что не знали можно историю клиента типичная история да семья позвонила они честно говоря не очень были уверены где они хотели бы приобрести они точно знали что они не хотели быть на воде но они также рассматривали думали рассмотреть район сарасота то есть побережье мексиканского залива там по часто бывает что не ползу нас много таких флорида большая ребята флорида это огромный штат его охватить но нереально например одному профессионалу поэтому я строю надежные как бы пути работать только с теми кому я доверяю например года например юля и в конце концов семья решила что они хотят только бока ратон больше другие районы не рассматривали им все очень понравилось и понравилось работать с юлей но мы здесь больше 15 лет и действительно очень хорошо знаем весь штат много партнеров тоже хочу рекламировать что я занимаюсь финансированием mortgage broker мы можем помогать не только охота домов но тоже финансирование домов значит мы всегда ради помогать у нас большая команда много отличных партнеров часто делаем работу южный час флорида где сегодня находимся значит не стесняйтесь пока пока стесняйтесь обращайтесь мы вам поможем подберем отличные дома отличные партнеры у нас до следующих встреч пока и и и Субтитры подогнал «Симон»